вот это двойная шаровая радуга вот это вообще о вырвите мне все глаза я хочу это видеть еще выщипать где все эти перья подмывает меня еще раз пошалить вот так ведь можно из волны свалиться совсем такая такая жизнь и пошалил в тюрьму вратара пожалел вратара прородугили всю высоту на сейчас опять снизу через ротор здравствуйте уважаемые любители летных видов спорта посмотрите какая красота телефон снимает даже ночью даже луну снимает вот луна рядом с ней роторные облака выплевывает а это значит что можно лететь на волну в принципе уже можно летать вот на луна полнолуния при полнолуния очень красиво она прячется в облака периодически в только что не было этого облака его выпрямило 5 минут осталось до расчетного времени когда называется полчаса до рассвета получше до рассвета мы можем взлетать взлетаем не так чтоб сильно ночью но не так чтоб сильно днем ранним утром на борту пять сорок пять от винта зумерки позволяют нам взлетать такую пройду впереди у нас зона осадков нам надо взлететь сделать круг до осадков и нам нужно верообрать высоту зерла ботинди виктор декуляш пистонор зерла ботинди виктор декуляш пистонор погнали вот и вот так как приходится порт ставить раков вот как и могло видео называется волна по честному вот у нас аэродром с которым мы взлетели сзади осталась гора поттер на которой мы набрали какую-то смешную высоту и пытаемся сейчас взять волну вот роторное облако перед нами вот оно высоты у нас гулькин хер делать нечего у нас топливо почти кончилось его надо оставить на потенциальные авантюры поэтому пытаемся взять волну по честному через ротора я обычно с утра так не делаю я экономлю время чтобы быстренько прыг-скок что-то взять и полететь и уже целое утро использовать по максимуму но сегодня хотели взлететь постоит рассвет взлетели в 5.45 мы рассвет конечно посмотрели заснять его конечно не засняли но и за одной волну не взяли в общем одни сплошные минуса и сейчас на скорости 180 км в час я лечу в ротор лечу собственно брать этот ротор для того чтобы вывинтиться в нем вверх ну до какой-то разумной точки я буду идти потому что сейчас валится страшной силой мне должна быть высота на аэродром вернуться пока подъема нет 1200 ну совсем низко обидно что бывает вот почти дошел до подъема о какой-то роторочек положительный ну-ка ну давай-давай-давай-давай давай-давай-давай-давай давай-давай-давай о о о но это конечно называется место в аду друзья низко страшно ветер 72 км в час и я такой весь смелый ох ты шьё эдуард если в такое место попадаешь знает что крутить надо на скорости километров 130 не меньше видишь впереди зона осадков это как раз за горой в адских роторах все сливается ну и кстати в чем нюанс роторной конструкции при вот этом сильном северном ветре нас не будет сейчас сдувать в наборе то есть это вот такое некое вертикальное движение и будут на самом деле будет серия вихрей таких прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг по которым мы можем будет будем прыгать и может быть войдем в волну то есть вот сейчас самый наичестнейший способ причем я первый раз в жизни беру здесь ротор с 1100 то есть я до этого был менее смелым всегда но сейчас просто как это наэкспериментировавшись научившись у Клауса я стал более смелым ну я знаю что я приземлюсь на аэродром то есть дотяну до него аэродром друзья чтоб понимали что никакого хоррора тут нет вот он крыло показывает то есть ну уж по крайней мере по ветру я туда плюхнусь но по ветру конечно при 45 км в час хрен остановишься ну дотянул бы в конце концов полей внизу много мотор уже не выпустишь если до такой высоты 1100 тянешь потом разворачиваешься попадаешь в ротора и так далее то есть пока ты там будешь выпускать моторы будет отвратительное аэродинамическое качество можно только бед натворить а не пользы поэтому вот эта вот высота принятия решения на возврат она крайне важна и вот ну у меня стояло тысяча ну так мы берем этот ротор все кто разбирается в аэрологии понимают да что это ну никакой не динамик друзья вот горка конечно под нами есть но она не зек не зек не зек вот это настоящий боевой ротор от горы а поттер вот она с правой стороны с нее даже вот видно снег идет ну не снег дождь снег это я привык зимой так всегда почему это происходит вот облако над горой с той стороны большое достаточно мощное ущелье длинное оно немножко усиливает общепотопка воздуха и приводит к тому что ну то есть на гору прям избыточно скажем так дует то есть больше немножко чем везде и воздух поднимается вверх над горой происходит он охлаждается за счет подъема происходит конденсация и сконденсировавшаяся влага там вот пар в данном случае еще и дождь все это валит вниз поливает аэродром эспермонт наш дружественный из которого сегодня вчера и позавчера не взлететь потому что будет мистрале он при мистрале не работает мы же потихонечку вот набрали эти покойник это немножко сдувать начал ротарок я говорю что сдувать не будет будет я сейчас проверяю может быть впереди уже будет что-то повеселее то есть я на фронт потенциальной волны двигаюсь благо уже почти достиг уровня облоток высота у меня уже 1600 помните была 1100 в начале ролика сейчас 1600 двигаюсь 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 вот почти дошел до того места где начинал но по идее мне надо немножко за него вперед зайти если у меня не получится я буду болтаться вот так в этих ротарах прыгать прыгать пока не выберусь выше но пока вот метр в секунду пока не пока ничего хорошего но и вперед идти мне уже не сильно хочется там как-то все нет все разворот не получилось не получилось минуса я словил так смотрим назад что мы имеем с гуся ну вот сзади видите маленькое маленькое низовое облачко вот оно собственно демаскирует это наверное какой-нибудь второй отскок так называемый да смотрите-ка ну ладно забавно как правило волна стоит вот по крыло показывает на торец полосы аэродрома аспермонт и как раз она там из куда я ходил только что ну вот таким интересным образом она стоит все-таки здесь вот дальше на некотором удалении от чего это зависит ну от кучи в там параметров атмосферы то есть она может как ближе к источнику быть так и дальше ну и сейчас вот видите хорошо демаскирует вот эти вот облачка то что воздух где-то подымается то есть вот они демаскируют немножко ротор ну хотя мы в первом попытке сегодня тоже ходили к облачкам тоже там демаскировали ротор все было как бы хорошо но волну мы не взяли вообще это магия да Эдуард магия да главное что мы спокойненько потихонечку идем вверх то есть и состояние атмосферы такое ламинарное я видите что чем я занимаюсь я прощупываю вот как бы сношусь немножечко по ветру прощупываю насколько в глубину вся эта конструкция вот может какой-то косоид сколько сейчас я хочу пройти давайте попробуем мимо вот этого вращающейся фруктуру пройдем фактически я тоже опять же по ветру сливаюсь бывает так что эта волна результат работы не только апотра апотра чтобы гора которая которой мы собственно рассчитывали взять волну вот она слева а это может быть какой-то второй отскок который генерируется тем что перед апотром там где-то далеко тоже есть какие-то волны то есть это все скелет от рыбы выглядит часто как источник один источник второй потом это начинает одна волна гасить друг другу другая усиливать друг друга в общем все непонятно и самое главное что над нами на высоте есть еще одна конструкция изобла изоблачная вот как бы влажность здесь получается в разных слоях разная то есть вот сейчас мы в каком-то щели между низеньким облачком который нам подсказку дает и вот этим верховым я вижу что вот идет подъем вверх воздуха и туда и летал уже вот мы там были проверяли но почему-то не дошли может быть там все повыше ну короче вот так вот буду сейчас ковыряться благо когда картинка есть где все это есть подъем 1,3 метра в секунду нужно просто подняться выше и тогда нас подхватит уже посерьезней не можно будет набрав здесь тысячи три с половиной четыре двинуться туда вот ватт который в данном моменту пикдебюра кажется что там прям ужас 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 мы слетаем обязательно это проверим Марья Ивановна все хорошо у нас постоянно у нас постоянно при любой смене воздушного пространства предупреждают что Игорь Владимирович аверс пейс проверили проверил Марья Ивановна спасибо ну скучно сейчас вот это вот пик 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 зато увидели как по честному берут волну из вот этих вот на моторе которые я очень люблю по утрам честно говоря просто лень вот так вот дык 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 каждый раз и жалко времени А больше всего жалко ресурсы ученика, потому что Эдуард уже конь-огонь, хрен заставишь его сблевать. Но вот в такой мясорубочке, вот если вывозишь в первый раз, это вообще без шансов полетать долго. Человек просто чпу и все. И полный пакетик, еще 15 минут жизни и на посадку. Видите, видео оно такое познавательно-реалистичное, как у нас все на самом деле. Порой даже иногда скучно, то есть, видишь, тоска зеленая. Летаем и тоскуем. Но учимся, учимся новому. Для меня вот этот момент выбора с 1100, ну видно, что рабочий ротор, я просто еще низовые облака видел. Да, вот это может быть волной, смотри, вот поднимается топотра, вот маленькая и вот большая облака. Это же все топотра идет. Да вот может, но туда я не хочу пока. Я не хочу просто на 1100 больше еще раз. Не хочу туда, и все. Мне там страшно. Бывает ли нам страшно? Ну вот тот момент, когда у тебя 1100, и ты поднимаешь еще 50 метров, и вот если ты сейчас не развернешься, то приключения будут уже серьезными, ну тогда даже не страшно так, а вот тревожно, и вот этот азарт, не знаю, это может быть как когда в покер играют, или во что-то там вот. Ну знаете, тут другая ставка совершенно. Тут ставка в этом случае целостность планера, здоровье моего и ученика, то есть это вам не покер. Поэтому тут, ну просто обидно, во, наверное, слово обидно. То есть ты сделал расчет, и ты смотришь, как эта высота тает, вот она вот, вот она вот сейчас будет 1100, высота разворота, чтобы вернуться на аэродром, прийти на минимальной высоте на склон, или с разворота зайти на посадку, либо там встать в набору склона, придерживать, запустить двигатель, или просто выпарить. То есть, поэтому вот это обида, наверное, максимальная, что это не страх, обидно. Но, видите, у нас все получилось, и мы летаем. Ну это достаточно хорошо поднял, начало поднимать. Вот сейчас крыло опять же показывает на следующий роторный облако, на фронте которого будет самая вкусная часть подъема. Вот, смотрите, она сейчас подсвечена лучами солнца, и красиво видно, как она вращается. Мы идем на его часть наветренную, и... Вот какой подъемчик у нас сейчас будет, смотрите. Все как по учебнику. Все как по учебнику. И выбрались по учебнику. Это прям можно будет назвать видео честный прыжок в волну. Почему честный у нас топливо кончилось? Обычно утром мы не любим так тратить время честно, я это уже говорил. На моторе прыг сюда и все, сразу и балдеешься в день. Но сегодня пришлось попотеть. Ох! Ну зато вот видите сейчас, как красиво. Вот сейчас как раз самое время пошалить. Смотрите, я сейчас вырежу собственную тень. Сейчас подсветочка должна быть хорошая. Как зажжется гала, скажи, с какой стороны от планера будет. По-моему, справа сейчас должна зажечься. Должно, должно, смотри. Глория, где? Ну давай. А, вот справа зажглась, смотри. Да, я прям в нее смотри сейчас. В тень планера. Бах-бах-бах! Вау! Хе-хе-хе. Классно? Из-за его... А мы на Марсе. Ничего не вижу. Оп. Да. Не говори. Да-а-а-а. Прям ух. И все. Видишь, облако уже хуже подсвечено. Зато впереди лучше подсвеченное пошло. Друзья, мы все... Конструкция, вот эта вот волна... Волна плюется облаками, которые мы взяли. Опять меняется у нас. Быть столько что не было этих облаков. Вот. Мы как раз на слое... 2,500 у нас высота сейчас. И у нас постреливает волна вот этими раторами. Играется раторами, а мы и пользуемся для подъема. Как нас бросило, видите, с волны. Довольно сильно приличное стяжение. Сейчас я пробиваюсь против ветра. И беру... Вот он висит. Летит клочочек, который мне интересен. А вот я беру опять... Беру опять волну. Оп. Поднимаемся. Подмывает меня еще раз пошалить. Вот так ведь можно и с волны свалиться совсем. Ай-яй-яй... Как же быть и красивым, и... И так далее. Не знаю, друзья. Ой, какой кайф. Вот эти вот комочки вращающегося воздуха. Говорят, вот здесь, здесь энергия. Парень, вот она энергия. Пауэр. Не сильно, конечно. Два метра в секунду всего. Но устойчиво. Ну вот я набрал немножечко, чтобы если сейчас... Верхушечка облака освещена. Еще разочек. Самый маленький разочек шальнуть. Там будет лихо. Нет, слушай, нас там заживет. Вот поверь мне, как знатоку зажевываний, заживет не по-детски. Мы хотя бы чуть-чуть повыше поднимемся, чтобы если уж заживет, было не так больно. Друзья, что значит заживет? Ну, попадаешь вот в стиральную машину, которая за вот этим вот волновой системой. Все это крайне неприятно ощущается. Вот если мы сильно выше поднимемся, то мы уже не пошалим. Вот сейчас все-таки одна маленькая шалость и все. Я увеличиваю скорость, пробиваясь немножечко вперед относительно всей этой конструкции, чтобы зайти от солнца мордой на эти облака. О! А здесь что не так? Смотри, как какая-то внизу дождь идет. А давай вот сейчас в наглую под вот это вот страшное облако залилим. Давай. Посмотрим, что тут нам дают. Вот, друзья, сейчас. Прямо перед нами, видите, зона осадков неприятная. Вот вы видите то, что я говорил, мясорубочка. Вот дождь сейчас нас дождем польет. Прямо должно сейчас полить. О! Сейчас нас жахнет. Или жахнет, или не жахнет. Нет. Не жахнуло, но и ничего хорошего. Так, ладно, пошли мы. Зараза. И облака потухли наши. Вот что ты будешь делать? О! Аааа! Ааа! Аааа! Вот это... Ты посмотри. Ой, друзья. Аааа! Это просто что-то. Слушай, скорее давай еще. Я все камеры включу. Аааа! Только бы не кончилось. Только бы не кончилось. Кольцевая радуга. Ты видел какое счастье? Давай еще разочек. Ну-ка, давай, родная. Есть! Есть еще. Друзья, посмотрите. Кольцевая радуга. Волшебно. Волшебно просто. Аааа! Слушай, какие мы с тобой молодцы, что слетали сюда. Да. Да, смотри. Чтобы ее еще поснимать, нам нужно пробиться чуть-чуть против ветра. А? Да, друзья, вот она. Вот валит дождь. Помните, я в начале ролика показывал ад? Вот этот ад. Ну и сейчас солнце. Блин, как же красиво. Так, я кажется, даже выразился там. Надо будет вырезать. Запикать. Ой. Прошу прощения, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Это спонтанная реакция бескультурного человека, я честно скажу. Ну, вот на такое как отреагировать? Ну, как вот? Вот что сказать. Сейчас-то, конечно, уже успокоился и говорю, что очень красиво это. Ну, это же просто... как же красиво слушает что не день то контент огонь что не день то контент такой и это же еще на хвостовую камеру надеюсь снято будет вот эта радуга если ее не залила час осадками чтобы ты с тобой в теплом кокпите а там идет дождик так ракурс должен быть нужно продолжаться до продолжается радуга я видите вот она ангелин был а еще еще божественно вообще друзья бы это достойно будет отдельного видео чтобы понимали что сейчас произошло мы берем волну от этой вот горы зоне в ротари за ней идут осадки черными страниц прогуляли рассвет обидно до слез но вы посмотрите прогуляли рассвет за то что зато вот гонимся как с радугой кто быстрее мы или радуга гонка с радугой радуга видите кольцом идет вы когда-нибудь видели вообще в жизни двойная шаровая радуга вот это вообще о о боге друзья вырвите мне все глаза я хочу это видеть еще высыпать где все эти перья сейчас уже не знаю я же заговариваюсь вот он дождь друзья дождь валит из конструкции с левой стороны огромная гора из падающего поднимающегося в данном случае сначала поднимающегося воздуха дальше конденсация влаги дальше все это падает в общем вот так вот двойной радугой шурует я прервусь на буквально секундочку все-таки сделаю фоточки продолжаем съемку мы в общем-то плюнули на волну потеряли всю высоту я просто снимаю насколько же это потрясающее зрелище посмотрите радуга сейчас широкий угол полным кольцом бьется посмотрите да, вот широкий угол полным кольцом бьется не страшным не страшным никто нас не обвинит в ужасе и хардкоре вот она кольцовица ну давай так 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 таком ракурсе что ли готов погнали должно было получиться ох нет жизни счастья всегда что-то что-то не доделано всегда друзья вот конечно вот это это попакивает кочунством да человек видел радугу кольцевую в небе и так далее но чувствую себя несчастным почему потому что он зараза не заснял петлю вокруг такой радуги ну ладно придется повторить да Эдвард да ты не сильно расстроится ты не сильно расстроится друзья ну а я мы на работе мы нашли волну мы пролюбили всю высоту прорадугили всю высоту сейчас опять снизу через ротор выкарабкиваемся на будущие там сколько у нас там было почти 3000 когда мы шалить начинали ну вот такая жизнь пошалил в тюрьму в ротора пожалел в роторах а ангели бы был просто фантастика меня так я такого в жизни еще не видел в первый раз Эдуард Лакимен ты счастливый человек друзья вот бывает счастливые люди везучие Эдуард везучий прям конь огонь ну ладно до новых встреч это погода бомба контент огонь и мы будем продолжать выбираться теперь наверх. Нам нужно подняться повыше и дальше уже летать по-человечески без небесных хулиганств. Ну, классно! Субтитры создавал DimaTorzok